Дорога в школу, как полоса препятствий? Зажгутся ли огни на улицах Дагогней? Узнавали мои коллеги. Вода преткновения. В Дахадаевском районе протесты жителей селения Меус-Сиша дошли до противостояния с правоохранителями. В казначействе Дагестана будет новый руководитель, а в республике новая погода. О климате в буквальном и финансовом смысле в нашем выпуске. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурат Ахмедов. Глава казначейства по Дагестану покинет свой пост. Его уход на сессии Народного собрания республики анонсировал руководитель региона Владимир Васильев. Напомним, Сагид Гусейн Магомедов возглавляет управление с 1997 года. Во время работы сессии с критикой в адрес руководителя казначейства выступил один из депутатов парламента. В этой связи Владимир Васильев заметил, что у него тоже имеются претензии к работе УВК. И что его руководитель в ближайшее время уйдет в отставку. Я скажу, что у меня к нему тоже было много претензий. На сегодняшний день принято решение об укреплении этого участка работы. Насколько я знаю, он написал заявление у руководства министра финансов. Но, видимо, нужно будет ускорить этот процесс. И я поддерживаю заслушивание в парламенте этого вопроса. Это хороший подход. Надо понять, что происходит, почему происходит. У нас с ним были дебаты. Были сторонники, которые поддерживали его и нашу позицию администрации правительства. Мы с ним проводили беседу в присутствии прокурора, других силовых структур. Мы объясняли, какие претензии у нас казначейство. Ровно те, о которых вы говорите. Которые мешают решению вопроса. Мы были услышаны. Решение принято. Но это далеко не единственный вопрос, который обсудили парламентарии на своей очередной сессии. Депутаты рассказали о грядущей реформе органов местного самоуправления. Зумруд Гамидова расскажет подробности. Основным вопросом повестки дня стал законопроект о реформе местного самоуправления. Дело в том, что ранее ряд СМИ сообщали о подготовленных депутатами поправках в этот закон. Якобы в районах республики упразднят администрации сел, а в Махачкале – районы. Парламентарии внесли ясность. Речь идет о том, что сельские поселения в пределах одного муниципального района, разграниченной небольшой территории, смогут объединиться и создать единый населенный пункт. Махачкала же, в свою очередь, не лишится внутрирайонного деления. Данный законопроект, как только был рассмотрен на комитете и на президиуме, вызвал бурное обсуждение в средствах массовой информации, в социальных сетях. Интерпретируется, как будто в Дагестане ожидается ликвидация отдельных сельских поселений, объединение внутригородских районов Махачкалы в один городской округ. Все это теоретические измышления отдельных представителей средств массовой информации, журналистов, отдельных юристов. Ничего общего с предлагаемыми поправками не имеет. Предлагаемый законопроект не вносит изменения и не исключает внутригородское отделение города Махачкалы и порядок формирования этих органов. Поправки были приняты и к законопроекту об организации капитального ремонта в многоквартирных домах. Он предусматривает льготы 50% по взносам за капремонт для граждан старше 70 лет и 100% для граждан старше 80 лет. При этом важным условием является отсутствие задолженности по оплате ежемесячного взноса за капремонт. Подвергся критике и глава республиканского казначейства депутатам поступают многочисленные жалобы от предпринимательского сообщества. Они не могут месяцами получить свои деньги. По их словам, это тормозит введение новых школ и детских садов, в которых остро нуждается республика. Считаю, что незаконные действия УФК по республике Дагестан свели на нет все преимущества указанной системе. По причине непроведения и задержки платежей огромные средства на конец финансового года состоится на счетах откидывания УФК по республике Дагестан. Впоследствии этих средств, которые должны были быть на правильное развитие всех направлений экономики республики Дагестан, возвращается в федеральный бюджет как неиспользование остаток. Депутатами был рассмотрен закон о квотировании рабочих мест – один из самых эффективных путей решения проблем инвалидов, молодежи и предпенсионеров. Проектом закона предусматривается установление квоти организаций, я независимо от организационно-правильных форм и форм собственности для приема на работу инвалидов, граждан предпенсионного возраста и определенной категории молодежи, ищущих работу впервые. Всего на 39-й сессии депутаты рассмотрели порядка 30 вопросов. Зумруд Гаминдова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Почти 37 миллиардов рублей из федерального бюджета направят на развитие сельских территорий. Правительство региона утвердило новую госпрограмму до 2025 года. Главной задачей документа является создание новых рабочих мест в сельских местностях, а также формирование благоприятной инфраструктуры. Кроме того, предусмотрено улучшение жилищных условий сельского населения за счет строительства или покупки жилья. Реализация программы начнется уже в следующем году. Правительство Дагестана намерено развивать инфраструктуру вокруг Сулакского каньона. Это прежде всего обновление дорожно-транспортной сети, водоснабжение хабов, обустройство парковочных мест, а также обеспечение безопасности. По оценкам экспертов, Сулакский каньон сегодня является одним из наиболее востребованных гостями объектов республики. В текущем году турпоток по этому направлению значительно превысил прошлогодний показатель. Каньон посетило более 300 тысяч туристов. Это на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Октябрь в этом году для дагестанцев выдался теплым. Но уже в конце недели умеренную погоду, которая установилась в регионе, сменила значительное понижение температур. К республике подошел холодный фронт и не по осеннему теплые дни сменила непогода. Каковы прогнозы синоптиков на ближайшее время, расскажут мои коллеги. Понижение температуры, ветер и временами дождь. Именно такая погода ожидает дагестанцев в ближайшие дни. Гидромедцентры уверяют, что это норма, просто осень вступает в свои права. Резкого похолодания, по словам синоптиков, не произойдет. Завтрашний день территория Дагестана оказывается под воздействием холодного фронта, который рванулся на Европе, сейчас Россия, с Арктики. И, соответственно, пойдет понижение температуры. Кроме того, начиная с вечера среды в Дагестане ожидаются дожди, которые продолжатся и в четверг. Похолодание связано с надвигающимся севером мощным холодным фронтом, который накроет Россию в ближайшие дни. Дожди продержатся в Махачкале до 8 ноября, однако после повторится ясная солнечная погода. В ноябре в целом по температурному режиму ожидается высшая многолетняя норма. По прогнозу Дагестанцев, ноябрь месяц по температурному режиму ожидается высшей нормой. Но как в октябре на 5-6 грамм не будет, то 1-2. Осадки будут выпадать больше. В октябре у нас осадок почти не выпадал, и в сентябре будет дождливой. Такого продолжительного бабьего лета не было уже на протяжении длительного времени. Это, конечно, не может не радовать жителей столицы. Однако слишком тёплая осень неблагоприятно сказывается на аграрном секторе. В горах, как полагается, прохладнее. Столбик термометра опустится до минус 4 градусов. Будут осадки идти, преимущественные виды дождя. В горных районах, приходящий мокрый снег. И, соответственно, чуть дальнее, 1-2, ночные температуры, и дневные в горных районах на высотах, особенно выше 1500 метров, будут отрицательны. Что касается зимы, то средняя температура воздуха будет примерно такой же, как в предыдущие годы. Сильно холодов не будет, обещают синоптики. Зумрот Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Перемены не заставили себя долго ждать. Вчера в Махачкале выпал первый снег, как всегда заставший горожан врасплох. Радость для детворы и головная боль для городских служб. Многие улицы стали похожи на зимние реки. С 1 ноября в Махачкале начался отопительный сезон. Но, к сожалению, по объективным причинам не у всех. В соответствии с распоряжением мэра Махачкалы Салмана Дадаева, с 1 ноября в столице в связи с погодными условиями началось неплановое поэтапное включение отопления во всех трех районах города. Пока тепло поступило только в детские сады. Не позднее 5 ноября им будут обеспечены все социальные объекты. Многоквартирные дома и иные строения будут подключены к 8 ноября. Как сообщалось ранее, уже несколько недель в селении Меусиша до Хадаевского района проходили митинги и сходы против прокладки водовода. Местные жители блокировали работу строительной техники. Селян возмутило несогласованное с ними строительство водовода, который должны протянуть до районного центра села Уркарах через земли Меусиша. Люди несколько дней протестовали в местности Бутаула и препятствовали работе техники. В течение недели поступала противоречивая информация. По сообщениям МК в Дагестане сотрудники местной полиции предпринимали попытки разогнать стихийный митинг. По имеющимся данным, ситуация на сегодня стабилизировалась. Найдут ли общий язык муниципальные власти и местные жители, покажет время. В Махачкале приостановили очередное незаконное строительство. По информации городской прокуратуры, в столице республики десятки объектов, которые строились без необходимых документов. Зачастую у многих застройщиков поддельные постановления о выделении земли. Только в этом году в собственность муниципалитета вернули порядка 25 таких участков. Хамза Нурмагомедов. Продолжение тем. Столичный микрорайон – кислородная станция. Площадь 450 квадратных метров. Уже поднят первый этаж, а планировали все девять. Всё бы ничего, но документы у хозяина участка, как выяснилось, поддельные. Соседи пожаловались, прокуратура отреагировала. Прокуратурой города с целью возврата из незаконного чужого владения земельных участков, принадлежащих муниципалитету, и сноса незаконно возводимого объекта, в Ленинский районный суд направлено исковое заявление. Помимо этого, за поддельные бумаги и незаконное присвоение земельного участка возбуждено уголовное дело. В Управлении архитектурно-строительного надзора нам рассказали, что документы были выданы ещё в 2014 году. Однако после прокуратурской проверки выяснилось, что документы незаконны. Застройщику данные рекомендации остановят все строительные работы, на выяснение всех обстоятельств. Подобные нарушения прокуратура выявила ещё в двух местах. Поддельные документы были оформлены на участок в районе Восточного рынка и на улице Гагарина. О фактах земельного беспредела сообщили в письменном виде и главе города. За текущий год порядка около 25 участков изъятие в муниципальную собственность решениями судов. Есть, которые после того, как выявили граждане, самостоятельно отказываются тоже. Такие участки – это уже помощь нашей правоохранительной системе. Каким будет решение суда, покажет время. Но работа по выявлению незаконных участков продолжится. Активная гражданская позиция по словам сотрудников прокуратуры должна в этом деле помочь. Хамза Нурмагмедов, Мусас Алгиреев, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Собаки, мусор и отсутствие света – неутешительная картина. Жители города Дагестанские огни бьют тревогу, говоря об опасностях, которые могут подстерегать детей по дороге в школу. Представители Общероссийского народного фронта совместно с администрацией города провели мониторинг нескольких опасных участков, находящихся рядом с образовательными учреждениями. Об итогах проверки в сюжете Падима Тханаповой. Самая большая трудность и опасность – вот этот мусор, который вот здесь. Дети здесь лазают, здесь коровы, здесь собаки, что только здесь не бывает. Хотелось бы, чтобы вот этого не было. Это улица Максима Горького. Здесь находится школа номер 6, а в следующем году должна открыться еще одна. Но это не мешает огромным мусорным бакам находиться в нескольких метрах от образовательных учреждений. Неприятный запах стоит на весь квартал. Запах, он тяжело будет пройти. Запах, да, очень пройти. Иногда будет мед, и собаки бросают здесь, разбрасывают. Тем более школа находится здесь. Казалось бы, решение очевидное и простое. Найти для мусорных баков другое место. Однако, как говорят чиновники, так проблему не решить. Перенесут. Вонь будет в другом районе. Тут проблема в чистоте вывоза мусора операторами. А как вот? А, говори, нельзя вот этот вопрос решать, да? Почему? Я вообще не представляю, да, вот что есть невозможное. Невозможно нас с вами, наверное, вчерашний день вернуться, да? Вот час назад мы не можем, да, врач? Но мы же дальше живем, мы же даже не думаем. Мы его, конечно, уберем. Здесь пересечку бы нельзя, обязательно. Уратория большая, нету другой возможности. Из-за того, что не увозят, как мы требуем, два раза в день оператора. Из-за этого они поставили большие коронавируса. Отсутствие освещения и бродячие собаки. Эти проблемы встречаются здесь практически на пути к каждой школе. Тем более, что во многих образовательных учреждениях все еще двухсменка. А значит, детям по этим небезопасным дорогам возвращаться в темное время суток. У меня внук ходит в школу. Во-первых, собаки ужасные, вот такие огромные собаки. Во-вторых, освещения нет вообще. И вот это то, что машины сюда заезжают на большой скорости, очень смущает. Ребенок выйти не может. Они круглосуточно закрыты у нас. Всегда провожаете ребенка? Всегда провожаем, всегда встречаем, уже третий класс, встречаем, провожаем. Так что обратите внимание, пожалуйста, это актуально, прям стоит острый этот вопрос. Весь собранный фотоматериал и реестр потенциально опасных участков будет передан в соответствующие структуры. Также подобные выездные рейды проведут и в других городах республики. Сообщить о потенциально опасном пришкольном участке может любой житель. Достаточно лишь отправить письмо в региональное ОНФ. По итогам сегодняшнего рейда можно сказать, что все эти нарушения и все эти претензии родителей, населения до Гогни, они в принципе подтвердились. И то, что мы проехали по объектам, вот мы в частности первая, четвертая, пятая и шестая школа, все, что было написано, все соответствует действительности. По каждому объекту есть, конечно, свои какие-то моменты, которые объясняют ту ситуацию, которая на сегодняшний день есть. Но в любом случае, понятно, что надо принимать решения по каждой улице, по каждой школе конкретно. В свою очередь администрация города обязуется оперативно среагировать на сделанные замечания. Мы, естественно, определенные коррективы в наши программы внесем. Необходимые срочные вопросы, которые на необходимые рассчитаны, где-то лампочки, где-то освещение. Это, конечно, надо моментально сделать. А те глобальные, которые необходимо внести коррективы в программы, где республиканская, где местная, где федеральные программы, мы внесем изменения и постараемся их ликвидировать. Население видит, а городское руководство не видит. Это неправда. Эти все проблемы у нас обозначены. Они есть на контроле угловые. В мере возможностей, какие появляются в администрации, мы стараемся именно, где социальные объекты, выполнять работы по благоустройству, созданию комфортной среды. По итогам проведенного мониторинга состоится круглый стол с представителями ГИБДД, администрации, профильных министерств и родительского сообщества. Там и будет разработана дорожная карта по исправлению выявленных недостатков. По теме Тханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Дагестанские огни. ГИБДД республики продолжает проверочные рейды. Очередная акция под названием «Безопасный обгон» прошла в Махачкале. Как дорожные полицейские выявляют лихачей, покажет Камиль Девятов. Автомобиль, дорога ДТП. За 9 месяцев на дорогах республики совершено более 1000 дорожно-транспортных происшествий. 231 прерванная человеческая жизнь. 1684 человека получили травмы различной степени тяжести. Обстановка на дорогах республики как была сложной, так и остается, утверждают дорожные полицейские. Количество случаев выезда на встречную полосу в местах, где это запрещено, правилами дорожного движения увеличилось. Согласно проведенному анализу, одной из причин совершения дорожно-транспортных происшествий является выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Так, руководством госавтоинспекции по республике Дагестан было принято решение о проведении единого дня безопасности дорожного движения под условным названием «Безопасный обгон». Обгон – самое рискованное дело. И статистика это подтверждает. По вине водителей погибло 72 человека в 211 авариях. Для борьбы с лихачами в ГИБДД стали использовать скрытый контроль дорожного движения. Дорожный полицейский использует видеосъемку. Это помогает водителю не отрицать свою причастность к нарушению. Акция «Безопасный обгон» прошла в Корободокенском районе не случайно. На опасном участке дороги по причине обгона совершается большое количество ДТП. Данное мероприятие мы сегодня проводим на территории Корободокенского района. Здесь недавно были дорожно-транспортные происшествия, где погибли люди. То есть здесь на перевале водители совершают обгон грузовых автомобилей. Там, где это запрещено правилом дорожного движения. В связи с этим принято решение о проведении скрытых нарядов, скрытого патрулирования за дорожным движением. Аварии уносят больше жизни, чем войны и болезни. Это должно стать пищей для лихачей и размышляющих. Камиль Девятов, Мусан Салгиреев, телеканал ННТ, Корободокенский район. Полицейский спас подавившегося виноградом трехлетнего малыша. Инцидент произошел в Акушинском районе Дагестана. Благодаря быстрым и слаженным действиям Мугумы Ильясова удалось сохранить мальчишке жизнь. Подробности благородного поступка у моих коллег. Это бабушка и дедушка спасенного трехлетнего мальчика. В тот день ребенок гостил здесь. Неожиданно для них малыш неудачно проглотил винограды и начал задыхаться. Женщина вместе с мужем пытались извлечь ягоду, однако все оказалось безуспешно. Внезапно начал плакать и вздыхать. Я побежал, схватил его, уложил на табуретку и начал, что я знаю, бить по спине, по шею, затылок. Но никак дыхание не идет, не получается. Так и было решено позвать подмогу. По счастливой случайности рядом оказался сотрудник полиции Мугума Ильясов, чьи умелые действия практически спасли жизнь ребенку. Держал одной рукой за пояс, держал его, второй рукой, ну, уже голова уже, ну, почти что, свысла, руки свысли. Ну, снять начал ребенок. И когда бежал в больницу, пристукивал этой рукой, куче, грудь боялся и сильно ударить тоже боялся. И как думал, может выйдет, может как-то чем-то поможет. Когда Бадур в больницу зашел, это время заплакал ребенок. Уже в больнице Мугума передал малыша врачам. После осмотра медики признались, мальчик чудом остался жив. Вовремя оказанная помощь сохранила жизнь ребенку. Бегом прибежал, привел вовремя. Уже это была косточка от винограда, она была уделена. Дебенок был спасен. Если бы, конечно, не вовремя не обратился, не вовремя не пришел бы, у ребенка была бы асфиксия, клиническая сеть. И, да, нет, 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 конечно. Родители мальчика, которые в это время находились на работе, безмерно признательны полицейскому. А бабушка с дедушкой со слезами на глазах не устают произносить слова благодарности. Мугуму Илясова в семье маленького дагестанца теперь считают родным человеком. И всегда рады видеть его в своем доме. Звездный десант побывал недавно в Хасавюрте и Казбековском районе. Чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр по вольной борьбе провели мастер-классы. Именитые спортсмены показали свои коронные приемы, ответили на вопросы и дали напутствие молодежи. Обо всем по порядку расскажет Курбан Рагимов. Смотри, я вот прошел боковую ногу, вот сюда. И он оттягивает сюда. Вот, смотри, он просто взял его руки вот так и сел на мысль. И все. Финал чемпионата мира. Вот так Абдул-Рашид Садуаев год назад положил на лопатки американца Кайла Снайдера. Приемы первого года обучения пригодятся даже на самых крупных турнирах. Поэтому, рекомендую чемпионы, борец должен свободно владеть богатым техническим арсеналом. На ковре большую роль играет и умение переиграть соперника. Захожу вот так, захожу, и он оттягивает. Дергай вот, чтоб шагает сюда. Любому делает он. И на чемпионатах мира, и на Европу. Некоторые из этих приемов юноши знают не хуже своих именитых гостей. Но одно присутствие чемпионов на тренировке – это огромный стимул и мотивация. В Хасаверте уже вторую неделю проходят сборы. В Северную столицу съехали спортсмены из 15 регионов России и стран ближнего зарубежья. На выходных они выступят на первом всероссийском турнире «Битва за тренером». И местные ребята приходили, 130-140 человек, такого количества ребят я никогда не видел на одном сборе. Вот по юношам, сколько третий-четвертый год работаю. Вот такое мероприятие, и все тренера довольны из других регионов, и собираются каждый год ехать. Потому что куда ехать, если не в Дагестан. Тем более по этим возрастам у нас один крепче другого, эти ребятышки. И это под впечатлением, все тренера, кто-то первый раз в республике, удивлен нашим гостеприимством. Здесь вообще отлично здесь. Я приехал из-за того, что здесь школа борьбы намного лучше. В принципе, все нормально, все устраивает. И да, все на высшем уровне. Вот тренировки тоже на высшем уровне идут. Слушай, что здесь понравилось? Здесь тренировки, скорее всего. Здесь мастер-класс показывают каждый раз. То есть таких звезд не каждый день увидишь, да? Да, не каждый день. Тем более в Брете. У нас есть там Богомоев, Зербайев. Но таких олимпийских чемпионов уже нет. Завершив тренировку в Хасавюрте, звездный десант отправился в соседний Казбековский район. Приезд чемпионов вызвал в селе Калининаул большой ажиотаж. Спортзал заполнен до отказа. Таких гостей дети даже увидеть не мечтали. Юные вольники сполна воспользовались редким шансом пообщаться с чемпионами и внимательно следили за каждым их движением. Занятия в этом зале проходят в две смены. Всего тренируется около ста детей. Условия, конечно, оставляют желать лучшего. Но именно здесь закалялся чемпион Европы и призер мира Ахмед Гаджи Магомедов. В честь самого титулованного борца этой местности уже строится современный спорткомплекс. Инициатива принадлежала молодежи. Сельчане общими усилиями подняли стены и приступают к внутренним работам. Решение тоже приняли с главой, вместе с имамом, с активом молодежи собрались и приняли решение построить. И так как у нас действующий зал, он сейчас что-то такой маленький. Вся эта огражденная территория, это вся территория принадлежит зал. Будет беговая дорожка? Да, беговая дорожка будет, круговая беговая дорожка. Вот все моменты для кроссфита, моменты будут. Ну, такой спорткомплекс хороший хотим построить. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт, Калининаул. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова